Привет, друзья! Это интервью, которое будет посвящено техкриму, проблемам, успехам и всему, что связано с этим большим, как я узнал, производством. Директор техкрима перед нами Олег Леонидович и я, Сергей Иванов. Мы поговорим и зададим ваши вопросы, которые вы за несколько дней сформировали и проявили большой интерес к нашему общему делу. Первое, почему я здесь оказался? Да, скажите, пожалуйста, почему я здесь оказался, почему вы меня пригласили? Для нас было, в общем-то, неожиданностью то, что вы смогли поймать четыре плохих выстрела, причем это было очень короткий период, то есть мы поняли, что те два случая, которые мы имели до этого, это не случайности, то есть есть что-то неладное в 345-м. Мы провели быстрый разбор, что поняли, как это исправить, как устранить, и для нас показалось правильным, что мы, пригласив человека, который понимает это, смотрит, оценит и скажет честно, все ли надежно, все ли хорошо, все ли правильно. Так как действительно мы нашли причины, приняли технические меры, то вот мы сейчас можем чисто, спокойно и понятно с вами говорить, и это вот очень для нас было бы важно. Ну а попутно использовать и ваши знания, и вашу аудиторию, чтобы услышать, что мы должны сделать, где что правильно, где как поправиться. Ну и услышать это и сделать. Мы, нашей дружной командой Practical Shooting находимся на производстве в течение приблизительно трех часов и успели посмотреть на производство. Я действительно поражен масштабами. Это гораздо более тонкое, крупное производство, чем я рассчитывал. Совсем недавно мы были, например, в Турции и посетили три или четыре даже завода. Мы видели, как там делается оружие. И если сравнивать, то сравнение будет однозначно в пользу российского. Это не комплимент. Это действительно. Тут с самого начала, от самых маленьких деталей до сборки. Здесь от патрона, то какой от патрона? От гильзы, от пули до конечного продукта в виде арки. И так получилось, что в летом этого года я со своими студентами, со своими учениками, мы начали приобретать ваши патроны, и у нас накопился большой опыт. На данный момент около 30 тысяч выстрелов. И на эти 30 тысяч выстрелов на последней партии действительно пришлись те неудачные четыре задержки. В том числе у нас застревала пуля в стволе. Расскажите, пожалуйста, ну еще секундочку. Я, во-первых, не рассчитывал на такую открытость. То есть обычная реакция человека защита. То есть вы неправильно что-то делали, использовали, не повезло. Нет, видите, мы вот, наверное, этот этап прошли чуть раньше, когда мы получили первые два сигнала. Это было тогда, мы после этого станок поставили, мы это заменили. Но вроде аргументы, и казалось, что это действительно так. Но то, что вы поймали, мы поняли, что это не так. И действительно причина оказалась и простая, и в то же время, ну, пока не грянул гром. Из-за чего отчасти это произошло? Для того, чтобы этот калибр был универсальный, а мы сразу ставили задачу, что он должен работать и на дозвуке, и на сверхзвуке. И для спорта, и для любых околоохотничьих целей. Соответственно, пули у нас есть 6,5 грамм, 7,5 грамм, 9,5. И в этом месяце это все как бы не раскрывающее. В этом месяце еще выходит стриж, который будет экспансивной полуоболочкой. И одновременно, для того, чтобы надежно, хорошо работала автоматика на ТР-9, на САГЕ, дальше мы отрабатывали это еще и святскими полянами на их модели, на нашем 509-м, то потребовалось обеспечить и скорость отката затвора в заднем положении. Поэтому мы остановились на двух вариантах. Дозвук это получается никель, сверхзвук это фосфат. Но в тот момент мы не могли запустить лаковую гильзу, которая была бы универсальна. Мы это поняли, проверили, но технологически сразу не получалось. И вот тут переход одновременно на лаковую. Мы проверяем усилие раздергивания, все хорошо, проверяем на тех, все хорошо. Сочетание пулей и вот этих всех настроек где-то мы переусердствовали с комплексным калибром и, видимо, прозевали то, что у нас ушло усилие обжатия. По факту вы сами установили, что есть какой-то недостаток. Мы увидели, что четыре штуки, это так не может быть. И поэтому сразу начали думать, что мы можем сделать. И здесь еще очень здорово. Мы придумали хороший, на наш взгляд, способ. Это копер ударный, который дает перегрузку, ускорение то, которое имеется в завтворе, чтобы проверить, не сдвинулась ли пуля. За счет этого мы можем сейчас проверять чуть ли не каждый час, каждый вариант. И мало того, что мы отладили все размеры, притащили, совместили станок, который правит гильзу с одновременной проверкой усилия, чтобы усилие прессовой посадки обеспечить. Плюс этот контроль, и вы потом все это пройдете, просмотрите. На наш взгляд, на сегодняшний день, это настолько мы отработали это усилие, что за него можно быть уверенным. Итак, причина, все-таки, если технически, как вы думаете, в чем была причина? Ну, реально получается, что мы не учли вот этого разнообразия, не повели с такой точностью, с такой частотой этот контроль, и где-то какая-то из пачекных сочетаний патрон-гильзы проскочила с меньшим усилием прессовки. То есть, по-другому можно объяснить следующим образом. У нас пуля, которая, я называл ее саморазбирающейся, в первой партии, она не убивалась молотком, мы прекрасно считали, что у нас все хорошо. И на этих патронах, я лично стрелял 2000, никаких проблем не было. Но в некоторых партиях пуля начала выходить прямо из гильзы. И это приводило к тому, что порох недостаточно плотно укладывался внутри гильзы, соответственно, иногда не воспламенялся, либо горел нештатно, создавая меньшее давление. Соответственно, меньшее давление, и пуля до конца не проходила, застревала, как правило, прямо на начале нарезки. Это, конечно, не оправдание, но разная жесткость пуль. ФМЖ, мягкий низ, при климповании, при прессовой посадке он садится одним характером. 7,5 уже другое. ЭКО, она полностью монолита, третья. Трение в каждой из этих видов пуль тоже различалось. Хотя мы это знали, проверяли, но получается, что нужно было проверять либо чаще, либо обеспечить так, чтобы это было надежно на всех. И вот на Лаковой мы сейчас это обеспечили, перепроверили весь задел, который в тот момент был. Это порядка 240 тысяч. Все, что вызывало сомнения, сейчас остановлено в карантине и пройдет дополнительное окирнение. И все, что мы начали с 18-19 числа, идет уже совсем с новыми вариантами технологии, контроля, проверки. То есть мы здесь действительно уже уверены, что мы не подведем в этой параметре. Некоторые предположили, что была проблема якобы в порохе, которого не было, либо он был недосыпан. Нет, в данном случае это не так. Тут мы видим, что это другой параметр. Хотя вот эти два параметра, эти два элемента, эти две причины, могут быть как раз то, что у нас есть, как бы нашим болезненным, было нашим болезненным моментом. По пороху вы пройдете по цехам и увидите, что все калибры 366, 9,6, 366 магнум. Кроме того, что он проверяется на станке, там датчики, замеры. После этого комплексным калибром проверяется геометрия человеком. Персонально каждый патрон специально 100%. И тут же он уходит на взвешивание. Если он не попадает под точности по весам, он тут же останавливается. То есть там мы по пороху все гарантируемся. Сейчас мы точно так же сделали уже капры для замера на тех калибрах. То есть есть возможность, что может быть мы и там что-то подобное иногда могли пропустить по усилию. Отсюда услеили воспоминение. То есть мы распространили эту причину, этот поиск на все калибры. Надеемся, что это поможет сделать еще более стабильный патрон. Ну что ж, мы вам помогли отследить, а вы приняли меры. Я думаю, у нас будут возможности все на наших тренировках опять проверить, насколько это работает. Если будет кернение, если пулю, патрон, который достанут из коробки, в нем будут следы кернения, то есть это нормально. Так должно быть? Это перепроверка того, что было сделано. И так как у них усилия было меньше, чем то, что мы сейчас добиваемся, чтобы быть уверенным, что мы не пропустили, мы их не перебираем. Дополним кернение. Перепроверили кучность, перепроверили давление на балл стволах. Все корректно, все хорошо, кучность не потерялась. Но стопроцентное кернение для нас пока мы не вводим на этих всех патронах, хотя, наверное, надо будет. Это дополнительная трудоемкость, еще один станок, и поэтому тут, конечно, мы очень жмотимся. Да, вторая часть вопросов. Сначала такие нелицеприятные вопросы, но тем не менее наш канал такой, что... Нас в суть вопрос интересует, а не форма. Очень большое количество людей спрашивает о высокой цене патронов. В частности, когда мы проводили тест, и патроны стоили в среднем, там разная цена, но в среднем 20 рублей. Если сравнивать с 366, который 30 и дороже стоил, это уже был прогресс. То есть это действительно можно начинать тренироваться. Проводите ли вы какую-то работу, чтобы снизить стоимость патрона? Ну, то, что хорошо мы через вас услышали, что на местах он тоже снизился, потому что мы месяц назад провели снижение. В связи с тем, что мы смогли внедрить более экономичное лаковое покрытие, мы снизили цены. Сейчас для нас важно, чтобы это доходило действительно и до глубинки в том числе. По снижению цены на всех патронах и на этом постоянно план перевооружения, новые станки, новые технологии, которые мы можем внедрять. И это постоянно делается, но, к сожалению, зачастую это нивелируется повышением цены на свинец, на биметалл, на сталь, на капсуль, на порох. И получается, что мы сколько лет удерживаем это одновременно, там ползет, мы снижаем, и оно остается. У большинства людей ощущение по этому патрону, ведь он так похож на 7,62х39, он так похож на 9,19. И там 7,8,9 рублей. Да, но только извините, там стоят роторные линии, которые в секунду делают 10 патронов. Эти линии создали 30, 40, 50 лет назад, они уже все окупились, государство самортизировало это все. И они выпускают одновременно, ну, условно, 400 миллионов в месяц. Мы выпускаем, условно, миллион, да, соответственно, и оборудование, вы увидите, что как много там переходов, работы, и они не могут так стоить, пока они не выпускаются в таком количестве, на таком оборудовании. Люди спросят, а почему вы не поставите себе уже вот этот выработанный ротор и не делаете 400 миллионов в месяц? Ну, первое, эти ротора делали раньше на КБ Кошкинская, КБАЛ, они уже много лет не работают. Фрузинский завод, который дублирован это делал, соответственно, в Киргизе, не работает, этих роторов новых нет. Изготовление заново, с нуля, сами понимаете, и следующий момент. Мы пытаемся полностью запустить линейку, когда каждый патрон делается одним инструментом, чтобы это был точный, качественный патрон. А ротор делает 12 инструментом каждую операцию. Ему нужно выпуск не менее 20 миллионов. У нас ни на одном калибре этого нет, они не окупятся. Самый простой вопрос, но если это так все просто и понятно, у заводов есть ротора. Почему за эти 5, вот уже с половиной лет ни один завод не обратился, ни за лицензия, ни за вопросом, помогите, расскажите, мы хотим запустить, а потому что нет выпуска. Разговор с руководителями двух заводов был следующий. Вот вы раскрутите рынок на 20-25 миллионов, вот тогда мы рассмотрим перевод линии роторной на этот калибр. Ну вот вы прям по следующему вопросу и подошли. Итак, у нас существует, бытует мнение, что вы монополист, никому другому патрон этот производить не даете, соответственно, можете держать любые цены. Как на самом деле обстоит дела? Монополия, она не вынуждена. Никто за это время, ни Барнаул, Новосибирск, Амурск, Тула, Ульяновск, КСПЗ, никто не захотел этого делать. КСПЗ где-то года три назад привезла на выставку пачку с несколько патронов и дальше снова никакой реакции. Во-первых, действительно, на самом деле не все-то просто в этом патроне делать, потому что он опирается на торец, он требует очень точной геометрии. Вы увидите, как мы его после станков, да еще и сортируем, отбираем, проверяем. Далее, видимо, объемы того, что они выпускают, им сегодня их загружают и влазить в маленькую нишу на ротор не поставишь. О раздельном оборудовании мы с ними соревноваться будем запросто. У нас сегодня вы увидите машины, мы их проектируем, делаем и так далее. Поэтому мне больше кажется, что им это неинтересно и они не решились пока запускаться, пока не будет большого хорошего пирога. Итак, значит, чтобы другие заводы, например, Барнольский патронный завод, Тульский патронный завод, чтобы они начали выпуск 345 или 366, они должны у вас приобрести лицензию и должны ориентироваться на большое производство. Да не так все страшно. Лицензия или полезная модель заканчивается, по-моему, через год-полтора. Это на 366, а на 345 еще нет. А там единый. А там один? Там один. По уклону, по размерам, по гильзе и по патроннику. Так, интересно. Поэтому им нужно просто, чтобы это было им нужно. А сейчас вот мы видим, что Барнольский хотел бы попробовать как раз в том калибре, который наиболее простой и близкий. И может быть он как раз самый массовый. Это 9 Алтай и 345. Кто захочет делать 366, 366 Магнум, 9,6. И через полтора года все заканчивается. Готовьте производство и вообще ничего не надо выпрашивать. У нас никакие лицензии, не обращаться за лицензионными какими-то вариантами. Будут, не будут, не знаю. Мы, конечно, свою часть делаем. Добавляем на металтуру, делаем высокоточные. И чтобы было то, что я думаю, что сможем мы делать одни. Потому что вы посмотрите по видам пуль, которые мы делаем, по вариантам, которые уже готовятся к производству. Нам кажется, что это уже некоторый отрыв, который нам поможет сохранить лидерство. А вы говорите эксклюзив, задавили, не даете. Мы почему-то сами себе хвалим, что мы быстро бежим, быстро делаем. Потому что у нас и работаем мы с порохами, работаем с капсульным заводом. Мы проводим эксперименты, отрабатываем новые виды покрытий и все. Потому что мы и не маленькие, и не большие, 400 человек. Но в то же время у нас есть возможность этим заниматься. Заводом так быстро не получается сегодня. Почти 400 человек, общий персонал задействованный в теххриме. Скажите, сколько патронов 345-го калибра на сегодняшний день было произведено? Этот год мы закончим, цифра будет примерно 1,5 миллиона. Но в той скорости, которая сейчас происходит, я думаю, что мы выйдем на 500 тысяч в месяц. Выйдем, но на данный момент это менее миллиона или около миллиона? Полтора миллиона будет на 1 января. Полтора миллиона. Если сравнить, например, сколько выпущено 9 на 19 за это время, то тут вообще невозможно сравнить. 40-50 миллионов выпускается в год 9 на 19 только одним заводом. Понятно. Совместно, если сосчитать и сегодняшняя ситуация, вот этого дефицита мирового и так далее. Я думаю, что это порядка 45 миллионов в год. Ну хорошо, этот калибр новый, который только-только вошел. Вот гражданский рынок начинает его только пробовать. Но существует тот калибр, который существует почти 6, наверное, лет. Ну, 5 с лишним лет. 366 ТК. И с ним уже и охотятся, и стреляют, и даже спортом занимаются. Сколько выпущено этих патронов? Уже перевалило за 20 миллионов. За 20 миллионов. Вы вообще не пожалели, что во все это ввязались? Знаете, мне наоборот как-то немножко гордость за наш коллектив, за нашу совместную работу. И даже в названии ТКМ это Техрим. И потом он говорит, ну мы ведь с вами вместе делали. Мы говорим, да, давайте букву Мэ поставим. Вот получился ТКМ. То есть ситуация была такая, что на авиацкополянском заводе МОЛОТО было очень тяжело с экономикой, с производством. И в тот год еще было очень плохо. И они, как бы, зная, что мы этим занимаемся, вышли с инициативой, что давайте мы под вас будем оружие делать. И вот мы совместно этот калибр запустили. Причем, как вы знаете, он корректно запущен с точки зрения закона, нормативных документов. И очень быстро они сделали. И мы отработали много вариантов. Видя результаты сегодня по спорту, по охоте, по тому интересу, который к этим моделям возникает. Мне кажется, что это хорошее, интересное и не только коммерческое, но и с точки зрения будущего развития. Проект, который заводу помог выстоять тяжелое время, когда там потом и санкции навалились и все. Нам развить вот это направление и всем в России увидеть новые возможности, которые есть в оружии и в патронах. На данный момент есть неоправданное, с моей точки зрения, ограничение. Пятилетний стаж, когда гражданам можно приобретать мощное гладкоствольное оружие, в том числе, например, с той же пулей. Но нельзя покупать нарезного 22 long rifle, мелкашку, в том числе 919 нельзя покупать. Вы сделали, что можно, что теперь спортсмены, в том числе и девушки, например, могут заниматься практической стрельбой. Ну, это одна сторона, а вторая, все почему-то не обращают внимания на те, так скажем, самоограничения, которые изначально в этих карибрах заложены, что они не меньше 8 миллиметров, что они упираются только в скат, а не в бутылку. Для чего это сделано? Почему они все тупоносые? Для того, чтобы вот эту как раз дистанцию 200 метров для охоты и спорта достаточно. А дальше, чтобы они становились менее опасны, чем нарезные, которые во всем мире имеют этот минус. То есть вы когда по птице стреляете, когда в зениту все, сколько километров пролетит нарезной патроновая пуля? Я про ламы, край, два звания, говорю, а обычные стандартные вещи. Сколько пролетят наше? То есть специально это было заложено, потому что это мировая тенденция. Даже в Америке, при том, что у них никаких нет разницы нарезной, не нарезной, они ввели ограничения, так называемые патроны прямой стенкой. То есть они специально делают большой диаметр, прямые стенки, чтобы не было упора и подкалиберности, чтобы получить тот же самый результат, который получился и у нас. Я для зрителей должен пояснить, что общаясь с Райаном Пилотаковским, спросил его, попадет ли он на лету в птицу из винтовки 223-го калибра, то есть маленькой пулькой. Для меня это был такой прикольный вопрос, он же мастер, может попасть. То есть первое, что он мне сказал, что я никогда не буду стрелять пулей 223-го калибра по летящей птице, потому что неизвестно, куда прилетит моя пуля. Пуля может сохранить убойность на километры. Это действительно получается более безопасная пуля. То есть вы хотите сказать, что она перспективы имеет и вообще без всяких ограничений? Знаете, я думаю, что к тому моменту, когда все уляжется, когда все станет спокойно, те, кто осмыслит результаты вот этих, как мы говорим, околонарезных, псевдонарезных и так далее патронов, и мировая практика фактически ведь только вот страны СНГ, которые особую ситуацию с нарезным создали у себя в правом плане, если это все даже уляжется, то мы думаем, что этот калибр будет интересен, потому что он действительно, что 366-й, сейчас 366-й магнум, он еще лучше и ровнее для охотника, универсальнее. И 9,6, который позволяет медведь, лось, кабан, и в то же время сейчас то, что мы сейчас будем делать, он, наверное, может и там по более мелким целям охотничьим использовать. Мы хотели бы сделать так, чтобы он был интересен, даже если будут абсолютно равны возможности и его поправления нарезных-ненарезных за счет качества, точности, большой номенклатуры и так далее. Ну и то, что вы всегда говорите, цена, себестоимость, качество. Вы сказали, что не жалеете, что ввязались в это. А вот мне интересно, как вы относитесь к критике и в сфере, например, Ютьюба, есть даже термин хейтеры, то есть ненавистники, люди очень-очень зло отзываются о качестве продукции, и там шлют проклятия. Как вы сами к этому относитесь? Ну, понимаете, люди разные, и те, кто бы знал и видел, как это достается, как это делается, им бы было понятнее, и что не все легко, и все просто, и чтобы добиться этого, запустить, освоить, и создать оборудование, решить все технические моменты, как много приходится преодолевать. И поэтому другая сторона есть, и к нам приходят письма, благодарности, объяснения, там, что как здорово. Поэтому вот это немножко расстраивает, но их прощаешь, а слышишь, что я хорошие отзывы, и они поднимают настроение, желая не дальше работать. Меня спрашивают, и вот зрители сейчас, может быть, интересуются, у них нет допуска к нарезному оружию, но они хотят заниматься практической стрельбой, и меня часто спрашивают, что, если заниматься практической стрельбой 345 ТК? Я говорю, нормально, и цена патронов, тем более, упала, сейчас вообще можно патрон буквально за 16-17 рублей найти, если его потом покупать. А как насчет 366? Я говорю, ребят, вот 366 для практической стрельбы, это очень сомнительно. Сильная отдача, настильность не та, не конкурентна, и потом цена патрона. Вы с такой ценой патрона, конечно, далеко не убежите. Ваш конкурент будет стрелять 4 выстрела, а вы один, тратить одинаково. И я вот с этой мыслью, в принципе, к вам приехал, что очень дорогие патроны, и все там шлют со мной. И вот мы прошли по цеху, и я посмотрел, как этот патрон делается, как гильза очищается, как туда вставляется капсуль, какая проходит термообработка, покрытие. И когда финальный вот этот патрон берешь, который буквально через многие руки прошел, через конкретный инструмент, мне кажется, что он еще дешево стоит. Еще 35 рублей вот за такой патрон. Вы все время видите, как бы немножко срез свой, практический стрельбой. Все-таки этот патрон изначальный по характеристикам, это для охотника. Ну, понятно, что не каждый день охота, поэтому по бумаге проверить себя, набить навыки и так далее. Но он никогда не будет как 223, как массовый патрон. Поэтому у него своя ниша, и она все-таки более охотничая. С 345 мы влезли немножко в другую, и здесь понятно, что вот этот ценовой момент, он еще весомее. Поэтому каждому патрону есть своя ниша, и вот здесь вы сейчас еще говорите о вовлечении. Я хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели то, что мы сейчас другими производителями оружия, патронов. Но травматика у нас оценивается совершенно неправильно, что это то оружие, которое там на бензозаправках, на дорогах и так далее. Если сможете, поучаствуйте, посмотрите, как проходят турниры по спортивному применению. Какая легкость вхождения в этот, когда это резиновый патрон, он не такой опасен. Не нужны такие тиры, и в то же время вот все эти навыки. А за 4-5 лет, которые прошли этим видом и пистолетов, и самих патронов, они стали уже почти равны тому, что нужно на расстоянии 10-15 метров для практиков. Но для этого не нужно идти в клуб, не нужно ехать черти куда, вы можете с ними тренироваться. И по ним точно так же идет постоянно работа по повышению качества и снижению цены. Это еще одна ниша, которая близко к вам, и где мы бы хотели подтолкнуть ситуацию развития спорта. Интересная тема. У меня у самого было два травматических пистолета, я от них избавился, ненадежно работали, была отвратительная точность. И не так давно, наверное, в самом начале осени, мы были на мероприятии для блогеров, которые устраивали охот-актив, там были соревнования. И мы стреляли из пистолетов. Я стрелял в самом последнем, и мой друг Иван, он стрелял первым, он выбрал пистолет, там похоже на ПМ, потому что там хороший был спуск. В общем, этот пистолет при своем великолепном спуске не мог попасть в мишень размером 15 на 15 с дистанцией 7 метров. Просто не мог. Несколько раз делаешь выстрел, он словно пейнтбольный шарик летит во все стороны. И все начали выбирать вот этот пистолет. Я понятия не имел, что это за пистолет. Я смотрел, наверное, со стороны и думал, ну это, наверное, зигзавр под травмат сделан, или наринка, что это такое, не знаю. И потом посмотрел, а, П-226, техрим, который делает. И оказалось, что это очень точный пистолет. Естественно, победитель стрелял с этим пистолетом, и это очень-очень точный пистолет. Потом с коллегами общался, и у меня, мои студенты, они носят этот пистолет. Я же говорю, а как же Grand Power носили очень все часто, и считалось он лучшим, самым мощным, самым точным, эффективным. Чего вы перешли на этот пистолет? И сейчас вот я понимаю, что этот пистолет на дистанциях до 12-15 метров сравнялся по точности с нарезным пистолетом. Ну вот это, на мой взгляд, тоже то, что вы говорите, расстраивает, не расстраивает. Мы пытаемся поменять то восприятие, применение той травматики, которая началась неправильно. Мы понимаем, что не надо было ее тогда так делать и так далее. Но раз так сложилось, вот ход, который мы пошли. Поэтому в ближайшее время, чтобы не возвращаться, раз здесь у нас на столе, что мы будем делать в травматике? 226-й мы заново запускаем с некоторыми обновлениями, улучшаем мелочи, но, на наш взгляд, потребителю это надо. Люфт затвора в незакрытом положении, хотя функционально это ничего не влияет, но приятно. Несколько иная горка внутри будет, на нем появляются возможности при заказе сразу, либо потом приобрести, поставить регулируемые прицельные приспособления, светособирающие. Само собой, все виды покрытий, и оксид, и серокод, и химникель. Дальше кольт. Кольт, как мы поняли, что его нужно выпускать в двух модификациях, соответственно, более спортивный. И вариант, ну, как бы, а-ля 19-11А. То есть он будет даже в пастеризационном цвете, то есть это такой серый, прочный, черно-матовый, как он и выпускался в Америке. И у него модификация внешнего вида будет. Ну и на будущее тут уже идет подготовка нескольких очередных, но следующих модификаций изменений. При этом мы можем так здесь легко это все менять, потому что на этих моделях мы освоили рамку, затвор, ствол, четыре детали внутри, там, курок, шептало и так далее. И поэтому нам сейчас можно уже самим спокойно планировать, делать и выпускать любые варианты. Поэтому семейство 19-11 будет в будущем большое. Зиги будут примерно такие же. Короткий будет? Кольт? Короткий Зиг. Вот здесь немножко сложнее, потому что тут мы сотрудничаем с фирмой китайской «Наринка». Это не фирма, можно сказать, концерт. На начало этого года у них было 480 тысяч работников только. И надо сказать, у них очень хорошее качество. Они бледут и отлаживают, и каждая деталь проверена, с ними легко работать, сотрудничать. Поэтому в Зиге не будет. В Кольте будут модификации и легкие, и короткие. Ну, планируемо так сделать. И будет еще компактно. Это китайский пистолет или это ваш пистолет? Ну, если там ствол наш, горка наша, муфта наша, а все остальное, в общем-то, китайское. А в Кольте там уже, как там, более половины наши, причем основные детали, это уже и затвор. Рамка затвор ваша наша уже. Если случится гром среди ясного неба и скажут, что разрешили короткоствольное оружие для самообороны, вы сможете выпускать Кольт 45-го калибра? Да, только тогда нужно там будет с магазинами поправить, потому что... Кольты у нас идут, кстати, 45-й, мы их под Кольт, правильно-неправильно, жизнь подскажет, но мы пошли на новый калибр. Это 44-й, потому что он самый дешевый будет, потому что он фактически без мелочных переделок и используется база от 7,62 на 39, обрезается и так далее. У него есть возможность сделать скос хорошую подачу, у него соотношение длина-диаметр очень удобная для подачи. Кто не знает, завальцовка, и вот этот скос позволяет полуавтоматическому оружию сылать. Нам сейчас нужно догнать количество, качество по Кольту, сделать разные модификации, чтобы появился вот такой спортивный пистолет и спортивный патрон именно для травматики. Хорошо. Ну а из компактных, раз тут все секреты выведываете, мы готовимся. Если все сложится, то у нас в первом квартале пойдет травматический ГЛОК. Травматический ГЛОК тоже люди откуда-то прознали и спрашивают, будет... Буле конструктор в одном интервью раскололся заранее. Да, вот так вот, наказать. Да нет, тут просто хочется уже иметь их, подготовить, потому что ажиотаж и разговоры, они не очень приятны ни нам, ни покупателям. Так, ГЛОК будет такой же, прям близкий к оригиналу? Максимально. То есть есть, например, Фантом травматический пистолет, он силуминовый и такой, не похожий на... Нет, 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 все оригинально. И причем вот во всех этих моделях вы говорите, а сможете ли выпускать огнестрельные, когда это будет нужно? Мы их выпускаем. То есть есть Зигзаур в 9х19. Те, кто будут заниматься практикой, им резонно иметь в клубе огнестрельные, а у себя травматические, чтобы тренировки и все остальное было легче провести. Еще одна интересная тема. У нас, как мы узнали, заводы не выстраиваются в очередь для того, чтобы делать 345-й калибр. Зато Барнаул делает Алтай, и многих интересует, как вы относитесь, в принципе, к конкуренции, что появится что-то похожее с 9х19. Что вы думаете по поводу Алтая и вообще о конкуренции? Ну, то, что Барнаул попробует на этом поле поработать, это ожидаемо. Они одни из самых быстрых, гибких предприятий. Мы с ними очень хорошо сотрудничаем. Они поставляют нам часть заготовок, мы им поставляем и стволы баллистические, и так далее, и оборудование. Поэтому хорошее соревнование. То есть мы бегали по стадиону одни, сейчас подойдет кто-то другой, как получится, посмотрим. Соответственно, мы не собираемся не сходить с дистанции. У нас есть еще куча идей и мыслей, которые есть. И дальше еще важно ведь не только сам патрон, еще важное оружие. И в этом плане мы рассчитываем, что не только сами выпустим свои изделия. Очень неплохая, на мой взгляд, получилась продукция у концерна «Квашников» с его ТР-9. Еще около пяти компаний брали, пробуют работать с этим патроном. Поэтому жизнь рассудит. Плоховато, что получилось, что они два и не одинаковых. И это нехорошо, сдергивание рынка. Ну и дело, мы не можем тут не помочь, не сказать, не воспрепятствовать. Так что где-то весной все станет на свои места, станет понятно, кто и что, и как будет дальше. Ну посмотрим, а я, в свою очередь, буду тестировать и новый карабин на Алтае. И я бы хотел, конечно, потестировать вот этот карабин. Мы плавненько перешли к новому продукту. Это тоже 345-й калибр. И карабин... Это в 345-м, 510-м, это 9х19. Да, то есть это будет два карабина, которые один... Это исполнение. Это гладкоствольный вариант. Этот карабин мы внимательно изучим и постреляем. И смотрите в новом эпизоде обязательно обзор на этот карабин. А сейчас просто как факт, что вы решили взяться за длинноствольное нарезное оружие, за карабин в калибре 9х19 и калибре 345 ТК. Какие цели преследуете? Здесь история, чтобы тоже было понятно. Мы длинноствольным не только занимаемся пистолетами, длинноствольный 518, 527, 597 это болт на запирании маузеровской основе. И дальше мы планировали и думали сделать под калибр 366 ТКМ арку. За основу мы хотели взять на ринковский вариант, который они сделали в 7,62х39, но думаю, что это будет достаточно быстро, легко. Мы даже с ней вышли и сертифицировались ее на выставке в 2019 году в гостином дворе. Но затем, когда мы послушали отзывы, сами еще глубже вникли, мы поняли, что мы не будем ее делать, потому что их решение, когда они использовали американский прямой от 223, как бы основой, он будет плохо подаваться. И в 7,62х39 это сплошная морока, ну и тем более в 366. Дальше не все нам понравилось в поршневой схеме и остальных элементах. Ну и тогда мы решили, что начать немножко с другого. Тут нужно было еще подмочь 345 выйти полноценно, поэтому мы остановились с поршневом, с газовой системой и пошли на свободный затвор. Но решение было, может быть, правильно, сейчас же если покажет, может быть, нет. Мы решили ее фактически осваивать сами. Поэтому Апер сами, Ловер сами и сделать ее на серьезной технологической основе. Вакуумное литье, алюминиевые высокопрочные сплавы, соответствующие покрытия, анодирование, и там серокоты, и все остальное. Дальше на затворе тут у нас тоже планируется и ионно-вакуумное лидирование, и покрытие, и все. То есть мы решили всю арку освоить полноценно. Начинается свободно с затвора, и дальше будем двигаться в сторону умощнения калибров, добавления, исполнения, медали, модификации. То есть это только начало другой линейки, которая будет на других калибрах? План такой, потому что АК-подобных изделий много. Схема с Товно-Расскоскладыванием имеет определенные плюсы, но определенные проблемы, и мы ее сейчас уже начинаем, мне кажется, достаточно хорошо понимать и сможем это сделать. Вот тут вопрос номер 14 у нас особенный есть. Давайте 14, не 13. Не 13, но должен был быть 13. Выскочил прямо мне. На вашем заводе, видимо, какая-то инсайдерская информация, на вашем заводе есть диверсант, который подбрасывает патроны некачественные, которые вводят оружие из строя. Найдите его. Но мы, кажется, разобрались с патронами. Понимаете, здесь не так, конечно, как вы говорите, вот разобрались. Мы с вами решили, обсудили, и вы увидите решение одной проблемы. Это выползание пули, это климпование, кернение, прессовые посадки. Мы рассчитываем, что мы смогли преодолеть, полноценно преодолеть этот порох, отсутствие его и так далее. Но все равно производство, оно, к сожалению, не получается вообще абсолютно без дефектов. Это раз. И второе, здесь идет большое наследство от того, как запускалось. Вот 366-й рождался, по-моему, 6 мая 2013 года. Мы заранее отправляем в Питер наши патроны, авиатские поляны, привозят туда оружие. Мы еще не стреляли ни разу вместе с ними, и вот мы вместе проверяемся, договариваемся, что будем делать там, условно, 10 штук. Они видят такой спрос, начинают делать тысячу. У нас цеха нет, станков нет, мы еще не запустились, переезжаем, вот мы начинаем делать, пытаясь идти навстречу. И само собой делаем очень много ошибок. Еще опыта нет, скорость такая, объемы. И вот эти вот начальные ошибки, эта скорость, она, к сожалению, нам сейчас все еще векается, вот это все те старые истории. Если вы посмотрите статистику и по настрелу сейчас, безусловно, у нас уже это все правится, меняется. Но наследие осталось, и поэтому мы рассчитываем, что более открыто показывает, что мы сделали, какие станки сделали. Поэтому приглашаем вас в феврале месяце на открытие нашего нового цеха. Вы посмотрите уже полную всю линейку, а не кусочками, чтобы понять, мы чего-то добились, мы что-то исправили в том вредительстве, экосаботаже, о котором вы говорите, или все еще так же, как говорит вот этот 14-й спрашивающий. Да, есть такой термин, децимация. Это когда расстреливали каждого десятого, и вообще в Римской империи разные способы борьбы были с неугодными. Я думаю, что либо расстреливать, либо проверять каждый патрон. Вы каждый патрон проверяете? Ну, надо так, как спички. Каждый зажег, говорит, отличный коробок был, да? Да, да. Вы действительно проверяете каждый патрон? Давайте разделим на то, что каждый патрон взвешивается, чтобы убедиться, что с порохом все хорошо, после того, как он прошел еще проверку на самом станке, блокировки, датчики и так далее. Каждый патрон проверяется по комплексному калибру, все для сходимости. Каждая гильза, каждый патрон осматривается, нет ли трещин, а сейчас добавляются вихревые датчики и техническое зрение на этой порой. Поэтому по части патронов проверяется каждый. Так, значит, мы внешне проверили патрон трещины и дефекты. Второе, мы проверили по весу его, насколько в нем соответствует пуля, есть ли в нем порох или отсутствует порох. Ну, это наиболее важно. Мы проверили... Комплексный калибр, входимость его... А, комплексный калибр, то есть геометрическая правильность. Да, все облегания. То есть каждый патрон проходит через эту процедуру? Это каждый стопроцентно. Сто процентно. Пока не все автоматизировано, но все равно он будет каждый. Просто не каждый раз человек будет вставлять, а будет машинная ткань. Еще дополнилось новой проверкой, когда на выпадение гильзы, на смещение его относительно гильзы. Это проверяется каждые два часа, потому что каждый патрон атаку дарит, и, в общем-то, ни к чему. Потому что мы сейчас сделали настолько стабильное уже сочетание размер гильзы пули и сборки, что это уже не требует стопроцентного контроля такого, как мы с вами обсуждаем сейчас. Совершенно новое оборудование. Недаром, не случайно, вот то, что мы используем у себя, мы поставили Амурскому патронному заводу, Новосибирскому, Барнаульскому, еще есть заказы на продолжение этого. То есть, просто более и более современные способы контроля, они более чувствительные, и станки более производительные. У них есть и взвешивание есть, и контроль есть. Но объемы настолько велики, вот как вы приводите статистику, если 500 миллионов выпущены, все равно у них что-то выскакивает, как ни крути. И мы хотим тоже добиться того, как зарубежные патроны, ту статистику 0-0 иметь. Разве есть такие патроны? Например, опять же, в практической стрельбе мы стреляем селлер-билотом, и на нем тоже бывают проблемы, и тоже бывают проблемы. Вы не разрушайте мою мечту, что мы добьемся хоть кого-то, но не серый билот. Нет, этого не будет, всегда будут проблемы, и всегда будут погонять того, кто везет. Всегда будет виноват тот, кто производит. Тот, кто критикует, тот не виноват. Есть технические моменты, есть человеческие, и вы увидите, насколько мы четко пытаемся следить. Партия, запись исполнителя, штрих-кодовый отчет, учет, чтобы иметь возможность исправлять. Не ошибается, наверное, никто, но важно, чтобы мы эти ошибки понимали, быстро слышали, или их исправляли. Да, не ошибается юзер под ником BlackDeath772. Вот он все знает, а никогда не ошибается. Это 15 вопрос. Да. Как сервисное обслуживание происходит? Что, если что-то сломается в вашем карабине? Люди могут рассчитывать на ремонт, на сервис, на гарантию? Ну, самую первую часть, которую мы знаем и гарантируем, все оружие, которое мы выпускали, будь то 18-й, 27-й, 597-й, мы обеспечиваем запчасти, они у нас есть, у нас есть мастера. Сложность российская, как же его доставить, как это организовать? Поэтому в любом случае мы его как-то довезем через магазин, который купил, они к нам ездят, возят, и мы будем надеяться, что и спецсвязь как-то там решатся, все-таки эти проблемы. Поэтому для начала я что-то, как говорю, на все, что мы выпускаем в пистолетах и в оружии, у нас есть запчасти. Либо мы их умеем делать сами, это то, что у нас свое, либо это с нашими партнерами, мы заранее закупаем все комплектующие. Как организовать сервисные центры? Проблема не только наша, и у концерна, и у всех, потому что проблема лицензирования, обеспечения, стыковки. Для начала мы хотели бы попробовать сделать это в Питере, в Москве, ну а дальше, когда получится и отработается, будем расширять. Желание есть, но пока реальных ответов, как это будет, еще дать не можем. Когда я в первый раз услышал, как делаются патроны, я удивился немного. Итак, версия была следующая. Она верная или неверная? Вы сейчас подтвердите. Да, и так, есть армейские патроны, вот солдаты отстрелялись веником, прошли, собрали эти патроны, обрезали их, отпилили лили щипцами, вставили туда новую пулю, экономия налицо, очень выгодно это делать, соответственно, ценность патрона, вам себе стоимость там порядка двух-трех рублей максимум. Ну и проблем, естественно, никаких, поскольку отстрелянные гильзы. Соответственно, все это поступает в продажу, ну и грязь со стрелящей попадает, из-за этого они не такие надежные. Как на самом деле, откуда берутся ваши патроны, как используются армейские гильзы? Ну, если вы так попробуете делать, вы потом убедитесь, что ничего не работает, все кривое, все косое, только вам, родному, который сам это сделал, это будет приятно. Нет, здесь история немножко не такая. Рождение и появление работы с гильзой у нас началось из-за травматических патронов, 9ПА, действенно 23, который не хотел делать ни один завод. Мы покупали часть патронов за границей в ФИОКе, часть пытались убедить завод, ну вы запустите, но они, когда у них не было работы, делали, когда работа была, говорит, на следующий год. И мы поняли, что нам нужно начинать как-то делать свою гильзу. Свою гильзу мы от нуля не могли бы сделать, и появилась идея использовать утилизационную. Что такое утилизационная? Ну, в те времена, когда это было актуально, были созданы огромные запасы калибров военных. Проходит время, их еще раз оценивают, еще раз уценивают, еще раз проходит время, и говорят, ну все, уже надо их куда-то уничтожать. А уничтожать сжигающиеся нельзя, и поэтому их разбирают. Патрон ни разу не стрелянный, цинк приехал, его вскрыли, и начинается разборка, выргерывание пули, высыпание пороха, выбивание или сжигание капсулы. Мы в тот момент влезли в эту тему, сделали ряд станков, помогли арсеналам вот в этой операции, соответственно, у нас как взаимозачет пошла гильза. Мы ее научились отжигать, очищать, раздавать, отжигать дульцы, покрытия, очистки, ну вы это все увидите. То есть фактически это серийная гильза, которая пролежала 30 лет, вылежалось как-то вино настоявшееся, и сейчас повторно пошла на уже гражданское использование. Из серьезных, как бы тех калибров, которые мы знаем, российские, 5,45, это у нас 345, 7,62 на 39, это у нас 366, 7,62 на 54, это у нас 9,6 селонкастер, и в середине 366 магнит, тут история немножко другая. Так, и что он делается? Он делается из маузерского, патрона 8 на 57. Мы его сами разобрали, очень приличное количество. С времен Второй мировой войны. 39-й, 40-й год, 8 стран, 24 предприятия. Разобрали, и так как здесь латунная гильза, и она фактически является прородителем, ну или как они, кто там раньше родился, с 308-м инчестером, то мы его сделали таким, чтобы его можно было всегда сделать из 308-го инчестера, и из маузера же он делается. И у него как раз самое оптимальное сочетание на нас взгляд для охоты. 9,6 прилично, с запасом, ну, 4-4,5 тысячи джолей. У 366-го получается 2,5, чуть больше. У этого 3,5, и нет закрайной, поэтому для всех полуавтоматов, болтов и так далее, это наилучший вариант. Поэтому вот 4 калибра, но кроме этого, у нас десяток травматических вариантов, есть СХ. Их основа тоже, вот эти утилизированные батоны? Да, вот из этих трех видов гильз, они вытягиваются, отжимаются, развальцовываются, отжигаются. Технологии, вы видели, для каждого из этих вариантов пришлось создавать свое оборудование, причем все более автоматизировано, чтобы снижать стоимость, подбросать производительность, поэтому пришлось развить большое производство нестандартного оборудования, как итог, сейчас мы делаем, модернизируем свои пресса, свои токарные автоматы, свои станки сортировки, и вот когда вы придете смотреть новый цех сборки, там у нас 83% оборудования наше полностью на сборке. Вот еще раз мы видели производство, обычно проще всего закупить комплектующие, например, даже в автомобильной промышленности это используется, покупаем стекла здесь, это здесь, фильтры, там прокладки, все это собираем, лепим Nissan, Toyota и продаем. Здесь вам приходится создать свои собственные станки, и не то, что закупить где-то или сделать на чужих станках, закупить станки на них сами, придумать как и создать продукт, и потом его собрать. Ну и со стандартной стороны, если говорить о Гейзе, раз, по пулям это можно было закупить станки, но это многопозиционный пресс, наиболее хороший вариант это были бы из Америки, примерно 60-70 миллионов пресс, плюс осмазка, несколько комплектов, и это доставка. Сейчас бы он вообще по санкциям не прошел, но вот купила Тула подобный пресс, ну в Италии, их маэтаж сейчас со смазкой, когда они ее как будут восстанавливать, как они научатся делать, а мы все-таки для себя понимаем, мы знаем, как этот пресс работает, мы его создали, мы осмазку эту всю сделали, и соответственно, мы с ним на Тула и можем уже добиваться, пусть не на таких модных и красивых прессах, но это результат, который мы покажем с повышенной кучностью на других калибрах, и результат, я думаю, не хуже, чем на этих дорогих, красивых прессах получается. И у нас в перспективе 308-й калибр, да? 308-й калибр мы в этом году уже полноценно запустим на базе комплектации, той, которую мы имеем. Затем у нас есть там уже варианты с полуоболочками, идут на обоище работы и с матчевым исполнением оболочки, есть уже неплохой опыт с олидом медным, экспансивным, открывающимся, ну и следующий шаг это наконечники аэродинамические, то есть там сильвер, или как их называть. Алюминиевый или пластиковый? А и те, и те интересные, и какой будет лучше, посмотрим, там разный вариант нескольких исполнений, часть из них уже появится в 2020 году, в первом квартале. Пожелаем успехов, вы, друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, я уверен, у вас после этого видео возникнет еще в два раза больше вопросов, но я думаю, что мы приедем на открытие нового цеха и зададим вопросы, и постреляем, посмотрим, что у нас получилось вот с этой кропотливой работой по качеству патронов. Вам спасибо, подписывайтесь и увидимся в следующий раз. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok